Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдёт об атаке беспилотников на аэродром в Пскове и о конфликтах среди российских патриотов. Самая резонансная военная новость прошедшей недели. Беспилотники в одну ночь атаковали Брянскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и Московскую области и ударили по аэродрому в Пскове. Украинские СМИ пишут, что уничтожены как минимум четыре военно-транспортных самолёта Ил-76. Именно такие, как в легендарном фильме Алексея Балабанова, напоминает в Телеграме Ксения Собчак. Балабановский груз-200. Сцена на аэродроме, где возводы военных забегают в самолёт Ил-76, а из него такими же стройными рядами выносят деревянные гробы с погибшими в Афганистане сослуживцами. Эти кадры снимали в Пскове, на том самом аэродроме, куда вчера, по сообщению Минобороны, попали беспилотники и повредили четыре военных самолёта Ил-76. Параллель. Такие самолёты были и у украинской армии, вспоминает редактор «Новой газеты в Европе» Кирилл Мартынов на канале этого издания. Ил-76 – это один из основных способов транспортировки оружия, личного состава, каких-то ещё других спецсредств в той ситуации, когда этот груз нужен российской армии срочно. На вооружении, на балансе российской армии находится достаточно много этих транспортных самолётов, которые ещё в советское время начали делаться и в последние годы, по всей видимости, выпускаются уже на территории современной России. Я вспоминаю в этом контексте довольно трагическую дату в начале войны, в начале первой фазы войны, ещё в 2014 году, когда над Луганском, в небе над Луганском, был сбит военно-транспортный Ил-76, точно такой же самолёт украинской армии, и 49 человек погибло. Это предшествовало сбитию малазийского Боинга. Тогда все страшно радовались, что так называемые повстанцы, трактористы и шахтёры Донбасса, получили внезапно зенитные комплексы. Понятно, что за этими действиями стояла уже тогда российская армия. Нанесён большой урон, в частности, этим военно-транспортным самолётам и аэродрому. Очевидно, что российское ПВО с проблемой не справляется. Атаки всё время происходят в разных местах, и их никто не ждёт. Блогеры отмечают ещё одну историческую параллель в связи с недавно присвоенным Псковскому аэропорту названием. Иван Преображинский. Аэропорт Пскова из Крестов не так давно был переименован в аэропорт имени святой княгини Ольги, чья святость, как известно, базируется на том, что она сожгла древлян и их город. Неудивительно, что наследники княгини Ольги из Киева именно сожгли российские самолёты Ил-76, перевозившие в Украину российских оккупантов. Псковская область граничит сразу с двумя странами НАТО – Латвии и Эстонии, на что, конечно, сразу обратили внимание пропагандисты. Сергей Марков. Эстония дала свою территорию ВСУ для удара по аэродрому в Пскове? Такое подозрение есть у многих. Но тактико-технические характеристики БПЛА ВСУ говорят, что могли ударить с территории Украины. Но правильно предупредить правительство Эстонии, что если его территория будет использоваться для военных действий против России, то Россия будет вынуждена нанести удары по территории Эстонии. Ну, чтобы мысли такие там в голове хорошо прокрутили, да и выкинули. Владимир Соловьев в своем телеэфире потребовал разбомбить страны Балтии. Псков – это же рядом граница НАТО. Откуда был запуск? С Украиной, что ли? Ага, сейчас. С территории Прибалтики? Уничтожить нахрен Прибалтику, если так. Стереть лица земли! Оппозиция считает эту версию нелепой. Игорь Дышкевич. Эстонский след можно отбросить по политической причине. Это агрессия со стороны члена НАТО, что для Таллина недопустимо. И предыдущему фактажу Украина пять месяцев назад заявляла про БПЛА, способные лететь до тысячи километров, и показывала прототипы, а за несколько дней до прилетела на аэродром в Новгородской области. В последнее время без атак беспилотников на российские объекты не проходят и дня. И это становится реальной проблемой для России, комментирует военный эксперт Юрий Федоров на канале Александра Плющева. Украина с помощью своих беспилотников, производимые в Украине, видим, производимые уже в больших количествах, превратились в реальное оружие, которое способно наносить болезненные удары по военному потенциалу Российской Федерации. Если раньше это были некие такие демонстрационные акции, вроде сбрасывания небольшого количества взрывчатки на купол Сенатского корпуса Кремля, ну, это все было, конечно, как картинка телевизионная, все это было очень впечатляющим, но реального ущерба российским военным объектам эти атаки не представляли. А здесь в последнее время получается, что реальный ущерб наносится, и наносится очень серьезный, потому как, ну, уже если посмотреть на то, что происходило в августе, а в августе было как минимум две больших атаки беспилотниками на военные аэродромы в России, это аэродром в Новгородской области, там повреждены или уничтожены три самолета, по-моему, это уже стратегические бомбардировщики, Ту-22, потом была атака на аэродром в Рязанской области, по-моему, нет, в Калужской области, там тоже повреждены два или три самолета, ну, повреждены, это официальная оценка российская, значит, уже Су-30, по-моему, и один Ми-29, это вполне себе рабочие самолеты, они летают, бомбят, вообще действуют в воздушном пространстве, ну, не долетая до воздушного пространства Украины, ну, в общем, сбрасывают всякого рода ракеты, бомбы и так далее, Так что это реальный ущерб, и причем ущерб больше, чем Россия теряет самолетов и другой авиационной техники непосредственно от огня ПВО Вполне возможно, что впереди еще более массированные атаки, предполагает публицист Майкл Наки Не так давно на канале я задавался вопросом, а что будет, если полетят не два дрона, а десять? Ответ мы получили, будут уничтожены российские самолеты, а ПВО окажется просто беспомощной В Пскове уничтожены самолеты десантников, а в Брянске нанесем удар по заводу, снабжающему российскую армию важными компонентами В итоге предположение о том, что предыдущие атаки были разведкой, кажется мне все более обоснованным Но самое интересное впереди, ведь остались вопросы, а что будет, если полетят 20 дронов, 50, 100? Технически это возможно осуществить, и я уверен, что это не последний раз, когда мы видим массированную атаку дронами по территории России Украина не берет на себя ответственности за атаки беспилотников Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Псковский аэродром был атакован с российской территории Владимир Зеленский накануне написал в соцсетях об успешном поражении украинским дальнобойным оружием цели на расстоянии в 700 километров Но он имел в виду совсем другое Комментирует Михаил Подоляк на канале Игрянул Грэм К Пскову это не имеет отношения никакого у нас Другие экспериментальные ракеты, президент об этом говорит Россия молчит, это все, что касается полуострова Крыма, акватории Черного моря И, соответственно, мы постепенно хотим доминировать, по крайней мере, в акватории, которая прибрежна Крыму Поэтому президент на этом делает акцент И, кстати, я напомню, чуть ранее говорил об этом господин Буданов О том, что у нас есть много инструментов, которые позволяют сегодня достигать любую точку Не только полуострова Крыма Как мы понимаем, что для полуострова важно контролировать также и водную акваторию Которая находится вокруг него для того, чтобы там доминировать Соответственно, президент еще раз подтвердил, что у нас достаточно инструментов для тех или иных работ Что касается Пскова, мы с вами уже неоднократно говорили об этом Мы наносим удары полностью по территории оккупированной Да, мы там уничтожаем всю российскую технику, всю российскую инфраструктуру, военную инфраструктуру Прежде всего мы не наносим удары, естественно, по гражданскому населению Мы просто ждем, пока гражданский оккупант под паспортом Российской Федерации Поедет к себе на родину и там, где откуда они 8 лет назад приехали Это я про Крым говорю И, соответственно, по территории России наносят удары неустановленные Пока, я так понимаю, пока по мере того, как будет ослабляться Путин Они все про себя будут громко заявлять Не только «Легион свобода России» и РДК Будут и многие другие протестные группировки заявлять Вот у них, оказывается, очень большой объем военной техники есть Которую они используют для атаки на те или иные военные объекты На территории Российской Федерации Многие российские военные объекты, как выяснилось, защищены довольно слабо Комментирует военный эксперт Ян Матвеев Как защититься от беспилотников? Вот российские военные решили, что лучший способ Это обложить стратегические бомбардировщики Ту-95 старыми покрышками Вот вам и объективная оценка возможностей российской ПВО от самих военных И это неизбежный сценарий, комментирует украинский блогер Александр Коваленко А что поделать, когда треть действующего ПВО сгорела в Украине? Треть находится в Украине для прикрытия оккупационных войск А оставшуюся треть приходится концентрировать для защиты хотя бы Москвы и Крымского моста При этом с каждым днем этой ПВО становится стабильно все меньше и меньше Вот в таких условиях острого дефицита, похоже, даже коварная и агрессивная НАТО Не так страшно становится и перед угрозой с запада можно оголить передовую локацию Представляю, что с такими тенденциями будет с российской ПВО под конец 23-го года Но основная задача украинской армии нейтрализовать российский воздушный флот Который дает россиянам очевидное преимущество Говорит на своем канале публицист Юлия Латынина То есть российская авиация, которая является одним из главных факторов преимущества России Собственно, не дали Украине пока, то есть дают, но пока не дали F-16 И что делать с этой авиацией? Как если у противника преимущество в воздухе? Вот как раз эти дроны и эти дроны с искусственным интеллектом Я сейчас объясню, почему они решают эту задачу Потому что они летают по этим полям, которые находятся недалеко от линии фронта Более того, они таким образом летают по посадочным площадкам К-52 И, естественно, К-52 прячется Он там знает об этой проблеме Каждые 12 часов меняет эту посадочную площадку, которая травяная Но чем дольше прячется от этого дрона самолет или вертолет Тем, понятное дело, он реже появляется на фронте Что объединяет не все вообще дроновые атаки Потому что они все очень разные, все дроны очень разные А то, что произошло в Скове, то, что произошло в Курске И то, что произошло на Черном море Ответ Было использовано очень дешевое оружие В одном случае оно было просто реально изготовлено из картона И это очень дешевое оружие вывело из строя очень дорогую Совершенно незаменимую и здоровенную цель Не обязательно до конца добивать Вывести из строя за 2 копейки Это тоже очень серьезная вещь И, соответственно, технически понятно, что происходит Если в тактическом смысле Повторяю, у Украины нет авиации, а у России есть Эти дроны способны, вернее, будут в зависимости от того, насколько много их будет производиться Способны изменить соотношение на поле боя таким способом Которым, в принципе, теоретически употребляется Ф-16 Это означает наголь на выдумки хитро Россия тем временем запускает национальный проект по беспилотникам На который до 2030 года планируется потратить почти 900 миллиардов рублей И это очень хорошо, потому что вместо строительства беспилотников Российская армия получит страшную бюрократическую волокиту И не менее страшное воровство бюджетных денег По-другому в нынешней системе дела не делаются Пишет блогер Анатолий Несмеян Концепция строительства армии как военно-полицейской структуры Не позволяет на ходу решить сразу две задачи Текущие боевые действия и переформатирование всей системы безопасности страны Либо одно, либо другое Просто исходя из ресурсных соображений Особенно учитывая предельно плачевное состояние российской экономики В которое она попала задолго до всех санкций Так как и эта модель уже давно обанкротилась И для нее тоже крайне актуален вопрос Нужно одновременно тратить ресурс на поддержание ее устойчивости И при этом искать вариант создания новой модели развития Что тоже наталкивается на критическую проблему Правящая элита не может позволить себе перейти к иной модели развития Так как в новой модели будет востребована совершенно другая элита А нынешняя будет разрушена и маргинализирована Смена модели развития страны и соответствующая ей смена элиты Немедленно приведет к тому, что внешняя экспансия И внутренний террор против населения страны Станут ненужными Так как появятся другие задачи Для которых ресурс потребуется тратить на иное Не на разрушение всего вокруг себя А на созидание внутри страны То, чего нынешнее руководство Не может себе позволить В выигрыше традиционно окажутся чиновники А в проигрыше те россияне, у которых отберут нормальное будущее В обмен на войну, нищету и унижение Пишет журналист Дмитрий Шушарин Бенефициары войны во власти и во всех социальных слоях Так и останутся бенефициарами Им плевать на любые потери Более того, потери их обогащают Сгорели в Пскове не четыре ила А в Курске тоже не стратегические бомбардировщики и не панцири Горят школы, больницы, горят пенсии Горит наука, горит жизнь, достойная человека Заметьте, я не говорю о наших мальчиках О ценности любой человеческой жизни Все это принесено в жертву невеличию державы Нет, дело обстоит куда проще и практичнее Такова цена консолидации населения вокруг власти, вокруг войны Примитивизации всей страны в интересах более надежного управления ею Более простого манипулирования нищими и запуганными людьми Лишенными доступа к информации, образованию, медицине Власти чем хуже, тем лучше Чем хуже во всем, включая положение дел на фронте Чем больше людские и материальные потери, тем крепче власть С вами Аля Пономарева И вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» В котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии Продолжим через минуту Оставайтесь с нами Говорит Радио Свобода Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» На YouTube-канале «Радио Свобода Лайф» Радио Свобода на экране твоего монитора В твоем мобильном и в твоих наушниках YouTube-канал «Радио Свобода Лайф» Твой YouTube обретает знакомый голос Вы слушаете «Цитаты свободы» Подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях С вами Аля Пономарева Дела у российских патриотов в последнее время складываются не лучшим образом Власти явно начали охоту на тех из них, кто осмеливается критиковать Кремль и писать о проблемах так называемой СВО В конце прошлой недели в Москве задержали Андрея Куршина, администратора телеграм-канала «Москва Колин» Ему вменяют публикацию фейков о российской армии В своем канале, у которого было более 87 тысяч подписчиков, Куршин давно критикует действия российского военного руководства Хотя Куршин бывший боевик ДНР, он тем не менее выступал против войны с Украиной Свою логику он объяснял в 2022 году на канале Михаила Светова Если мы рассматриваем интересы народа, то Кремль гораздо больше для них враг, чем находится с другой стороны линии фронта Это, пожалуй, объективно, по разным причинам Начиная от экономических людей эксплуатируют, люди живут в пищите и так далее И заканчивая банально тем, что именно Кремль, его политика привела к возникновению этой войны Да, конечно, там на самом деле роль в этой войне двоякая, обе стороны виновны Но ровно в той же, а может быть даже и в большей степени, как и Киев, в этой войне виноват Кремль Некоторые проукраинские блогеры сочувствуют Куршину Они считают, что его взгляды постепенно трансформировались в правильную сторону И на его канале всегда было что почитать Другие украинцы считают наказание заслуженным Борислав Береза Андрей Куршин ранее воевал на стороне донецких сепаратистов А потом сделал телеграм-канал и критиковал кремлядей Его задержали, будут долго мариновать в СИЗО Потом впаяют срок и отправят в лагерь И это заслуженно Он был одним из тех, кто разжигал войну на Донбассе Поэтому награда нашла своего героя Многие российские провластные блогеры тоже горячо одобрили задержание Куршина Но их радость оказалась преждевременной Куршина после признания вины отпустили под домашний арест Возмущен этим фактом Дмитрий Ольшанский Тот скорбный факт, что ветеран пяти войн и страстный русский патриот Игорь Стрелков После заведения на него дела надолго уехал в СИЗО А блогер Куршин злорадно-проукраинский, открытый враждебной России В аналогичной ситуации проследовал гуманным маршрутом Домашний арест, вероятно, условный срок Говорит нам об одном Все об одном и том же привычном Никакие заслуги, никакая общественная позиция, никакая объективная вина человека Не имеют в России никакого значения для инстанции А имеют значение только личные отношения или личные же конфликты С верховной властью или с товарищем майором Ты можешь получить все ордена в стране Но рассердить кого-нибудь серьезного И все будет печально А можешь глумиться над русскими солдатами Но зато прагматично будешь вести себя в казенном доме И тебя отпустят домой Порядка нет, есть ситуация Мы к этому, повторяю, привыкли И все-таки каждый раз неприятно Когда начальство показывает этот фокус Патриотическое сообщество давно раздирают дрязги И в последнее время они усилились Владимир Соловьев, который, кстати, призывал посадить Андрея Куршина Затеял свару с автором популярного ЗЭД-канала Призрак Новороссии Владимиром Грубником А позднее в ссору вмешался приятель Грубника ЗЭД-блогер Лев Вершинин Об этом конфликте рассказывает на своем канале Проукраинский блогер Иван Яковина Грубник наехал на Соловьева Сказал, что Соловьев нифига в войне не понимает Вообще говорил, что не нужно захватывать Крым И так далее, так далее Соловьев обиделся на Грубника И наехал на этого самого бывшего украинца Назвал его криптохохлом Извиняюсь за выражение Он сказал, что Грубник работает на СБУ И бандеривается, и всякое такое Тут уже вышел Вершинин И сказал, что... А Вершинина они типа все как бы уважают И сказал, что Соловьев псих, сволочь Его давно пора лечить и отбирать у него телетрибуну И так далее Соловьев, видимо, не знал, кто такой Грубник Потому что, ну, он прям так говорит Я не знаю никаких Грубников, кто это такой Что это такое вообще криптохохол какой-то И сейчас, я так понимаю, ситуация складывается таким образом Что среди самых вот этих Яростных, самых заряженных Самых таких психованных фашистских Зет-военкоров Началась просто гражданская война Одни за Соловьева Другие за Грубника с Вершининым И вот они друг друга вот так вот начинают жрать Я думаю, что кого-то посадят обязательно В результате этой гражданской войны Раздоры царят не только следить диванных воинов Но и прямо на фронте Армейское начальство собралось избавляться от критиков Пожаловался на своем канале блогер 13-й Он же Егор Гузенко Здравствуй, 1937 год То есть всех, кого можно убрать, убирают Кого-то садят, кого-то устраняют навсегда На фронте творится бардак и беспредел А тех, кто говорит правду Пытаются устранить любыми доступными средствами Вместо того, чтобы исправить эту ситуацию Устраняют тех, кто доносит правду Вопрос, конечно, риторический Есть ли совесть у командования? Я думаю, что ответ очевиден Гузенко написал, что армейское начальство Распорядилось задержать троих военкоров Живова, Романова и Сопонькова Живов и Сопоньков заявили, что это неправда А вот Владимир Романов, автор канала Романов Лайт Действительно пишет, что после многочисленных постов С критикой положения дел на фронте На него охотится командир 205-й бригады Более прозорливые патриоты указывают на то Что такой исход был предсказуем Игорь Дмитриев Ты не можешь выступать за выборочные репрессии Любая система, которая в принципе может себе их позволить Не будет себя ограничивать Какими-то поверхностными идеологическими рамками Мол, патриотов не трогаем Давим исключительно либералов Так не бывает Так не было при Сталине, когда душили сперва левых уклонистов Затем правых А потом уже и самих душителей в расход пустили Так не будет и сейчас Некоторые патриоты, похоже, это понимают И спешат откреститься От уже репрессированных соратников Интереснее всего наблюдать, что происходит с так называемым Клубом рассерженных патриотов После того, как один из его основателей Игорь Стрелков-Гиркин заявил из тюрьмы Что будет выдвигать свою кандидатуру На президентских выборах Его бывший соратник Павел Губарев После этого написал, что Стрелков-политик Вызывает только грустную улыбку Другой сторонник Стрелкова Максим Калашников назвал это выдвижение Актом самопожертвования И написал, что у Стрелкова нет ни малейших шансов С этой оценкой соглашается украинский блогер Денис Казанский В общем, Клуб рассерженных патриотов Постигла та же участь Что и все прочие организации Которые ранее создавались Губаревым и Стрелковым Все переругались Все рассорились И все развалилось Впрочем, у другого ничего у любителей русского мира Быть и не могло Потому что люди, чья идеология построена На злобе и ненависти Не способны по определению создать ничего хорошего Они по определению не способны на конструктив Потому что их же ненависть и злоба Их разъедает изнутри Их самих отравляет И они выплескивают ее друг на друга Что мы и увидели в очередной раз На примере вот этих самых рассерженных патриотов То есть люди, для которых слова Толерантность, терпимость, демократия, плюрализм Являются ругательными Они не способны что-либо создать Светлое, хорошее, конструктивное и работающее Российские комментаторы называют Главной причиной раздоров То, что большинство так называемых патриотов Это обычные конъюнктурщики Им не нужно никакое отдельное политическое представительство У них нет никакой четкой идеологии И больше всего на свете Они не хотят злить большое начальство Пишет политолог Константин Калачев Поддержка курса президента Простирается от сторонников экономических свобод и прогресса В лице Титова и Нечаева До буревестников имперской движухи Типа Дугина и Проханова Для кого-то все хорошие Для кого-то хороший только царь-президент А бояре-министры плохие Для одних все по плану Другие наставят, что план не выполняется Третьи предлагают план скорректировать Но в целом все заодно Остаются только нюансы Реальной угрозы взлома системы Не было даже при живом пригожине Откуда ей взяться сейчас В общем, не надо преувеличивать роль и влияние рассерженных патриотов Пусть себе шагают в ногу с остальными Представительство для больших патриотов, чем президент Нелепая идея Политолог Федор Крашенинников на канале Бильд на русском Тоже высказывает мнение, что сторонники Стрелкова и Пригожина Не являются политической силой, с которой Кремлю нужно хоть как-то считаться Это напоминает, кстати, известную ситуацию февральской революции Когда свергли царя И временное правительство Или сторонники революции Первые недели все время ждали Где же монархисты? Сейчас же черная сотня за всех щелей как выпрыгнет, как выскочит Их же там миллионы Но никто так и не выскочил Потому что без государственной поддержки Все эти так называемые ультропатриоты не существуют И да, я согласен с замечанием, что вообще-то популярность, скажем, Гиркина и Пригожина Именно в наших, в оппозиционных, эмигрантских и даже в части украинских кругах Связана с тем, что многие, так сказать, с нашей стороны Вложили огромный ресурс в то, чтобы каждое заявление Стрелкова, Пригожина Комментировать, раскручивать Потому что так приятно думать, что они часть элиты И вот эта их критика Путина, это как бы такой расковый вид Но теперь выяснилось, что их критика Путина Это было их частное мнение, которое кроме них, в общем, никто не поддерживает А все остальные сторонники Путина и войны Остались при своем Продолжают поддерживать Путина, Шойгу И вообще, кого Путин скажет А до вот этих крикливых и радикальных деятелей Им, в общем, нет никакого дела А может, выдвижение Стрелкова в президенты Будет Кремлю только на руку Предполагает украинский политик Антон Герасченко Видимо, кремлевский режим Решил использовать его, показав, что К власти рвется опасный военный психопат С реваншистскими настроениями И остановить его может лишь добрый и мудрый дедушка А Стрелков Гиркин будет навсегда похоронен в тюрьме Именно второго сценария Стрелков и опасается Пишет редактор «Репаблик» Дмитрий Колизев Стрелкова, конечно, с вероятностью 90% Не зарегистрируют и никаким выбором не допустят И вообще не исключаю, что он таким образом Просто выбивает себе смягчение меры пресечения Но все равно это создает дополнительную интригу И может повлечь неожиданности Но главная неожиданность То, что никаких массовых протестов Против ареста Стрелкова не видно Похоже, уже позади Блогеры пишут, что клуб просерженных патриотов Пора переименовать в клуб трусливых патриотов С вами были «Цитаты Свободы» и Аля Пономарева В этом подкасте я каждый понедельник и четверг Рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям До скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин